А вы когда-нибудь с тестом работали? Вы знаете, да, когда я впервые вышла замуж, я хотела, конечно, своего мужа повкуснее кормить. И я, не имея никакого опыта, потому что росла я довольно тяжелое время, когда был дефицит всяческих продуктов, но тем не менее была книга у меня о вкусной и здоровой пище. И однажды я приготовила маковый пирог для своего мужа. Вы знаете, он был удивлен, что я такая талантливая. Ирина, а как вы вообще попали в этот проект? Полезная еда. Я вообще как-то, честно говоря, не предполагал, что пряник это полезная еда. Докажите мне это, что это полезная еда. Ну почему это полезная еда? Потому что там оригинальная начинка. Это мой яблочный джем из своих яблок с дачей. А из своих яблок? Почему пряник-то назвали пряником? Почему? Не знаю. Потому что пряничное тесто. А почему назвали пряничное тесто? Потому что пряное. Туда идёт до 12 специй. Корица добавляется? Корица. Обожаю корицу. Шафран. Корица, шафран, бадьян, имбирь, гвоздика. Это всё пряное тесто. Это как тульские пряники, да? А вы знаете, что во время войны Великой Отечественной, вот тульские пряники направляли бойцам на фронт. И это, кстати, спасало их от голода, потому что они сытные, в них много полезных веществ, и можно было как-то подкрепиться. Они питательные. Да, они испытывают чувство голода. Так что, в общем-то, пряники надо уметь делать. Я возьмусь за это, пожалуй. Пряники всему голова. Да. Вот теперь так вот это звучит. Понятно. Так, Ирин, как всё-таки вы попали в этот проект? Я занималась в центрах московского долголетия. Вот, а как вы в московское долголетие попали? Ну, мне вот соседка сказала, что открыли центры московского долголетия. Да, понятно. Я записалась, пошла. Разные там занятия были. Да. И пение, и дефиле там. Вот, то, что мне нравилось. И один раз подошли ко мне и сказали, что у нас вот будет проект «Полезная еда общегородской». «Поучаствуете?» Я говорю, ну да, поучаствую. И вот, когда я первый раз поучаствовала, потом вот создала такой свой клуб гастрономика, в котором, так сказать, вот делюсь рецептами своими. Поскольку у меня рецепты много сохранилось. Когда я выходила замуж, то бабушка сказала, Ира, ну ты же не умеешь готовить. Написала мне целую тетрадку. Я забрала. Ну, в общем, с этого как бы и пошло мое вот собирательство вот этих рецептов. Вот вы сказали, что здесь вы сами вырастили ингредиенты, да? Ну, яблоки, да, яблоки. Яблочный джем. Ну, у меня сад-огород есть. Есть. И у нас есть тоже такие же клубы, которых занимаются вот сад-огород, как вырастить цветочки, посадить. А у вас есть сад-огород, Ангелина Михайловна? Да, конечно. У меня тоже есть дача. Значит, дача у меня с большим участком. И чтобы он не пустовал, я, когда наступает уже лето, весна, да, я начинаю думать, что же посадить. Ну, я пользуюсь помощью специалистов, профессионалов. Моя подруга Октябрина Ганчикина, она всегда приедет и подскажет, что я делаю не так. И вы можете поверить, что вот есть сорт помидоров, который называется Катя. И на каждом кустике я снимаю по 60 помидоров. Что же с ними делать? Ну что, ели мы, раздавали, заготавливали. В общем-то, всегда найдется возможность как скушать эти вкусы. Я вообще помидоры обожаю. Ангелина Михайловна, у вас, наверное, времени для московского долголетия уже востребовано. Я хочу сказать, беру на себя смелость, что я дала старт московскому долголетию. Когда меня пригласили на танцы со звездами, мне исполнилось 70 лет, и я решилась. Думаю, а почему нет? Тем более, знаете, я подумала о женщинах, которые в моем возрасте сидят у подъездов на лавочках и не знают, чем занять свою жизнь. Я думаю, надо московским девушкам нежного возраста дать старт. И я танцевала и буги-вуги, и ча-ча-ча, и что я только не танцевала. И когда я призналась, что мне вот исполнилось 70 лет, то, вы знаете, зал ахнул. Потому что не каждая девушка в 70 лет сможет станцевать ча-ча-ча и буги-вуги. Я везде давала интервью, что я это делаю для своих соотечественниц моего возраста, чтобы они не чувствовали себя вычеркнутыми из этой жизни, чтобы они что-то все-таки предприняли и не скучали на лавочках. И, вы знаете, наверное, какой-то умный человек, он развил эту идею или она и превратилась в это московское долголетие. Я считаю, что это великолепная идея. У меня очень много подруг, которые ходят и занимаются, и ходят на концерты, ведь там же и концерты бывают великолепные. И встречи с какими-то интересными людьми. И можно научиться готовить, можно, я не знаю, научиться всему. Так что я вот за московское долголетие поднимаю обе руки. Молодцы те, кто продвинул мою идею. Вот так вот. Это программа «Мой район».